РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛЬНЫЙ СОЮЗ И ГАЗПРОМБАНК АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВА ПРЕДСТАВЛЯЮТ ПРОГРАММУ МАМА ЗНАЕТ ВСЁ НА АВТОРАДИО Приветствуем всех наших слушателей. Здравствуйте. Это программа «Мама знает всё» – проект Российского Футбольного Союза при поддержке Газпромбанка. Добрый день. В студии Катрина Гайсина и Татьяна Гордеева. Сегодня наша программа вновь погружается в одну отдельно взятую российскую семью, в которой, по сути, нежданно-негаданно вырос чемпион. Один из футболистов страны, который вписан и в историю славных побед, и в хронику феерично-драматичных эпизодов игры любимой команды. Мы вновь встречаемся с мамой, которой пришлось пережить, перетерпеть многое. Включая раннюю разлуку с сыном мальчишкой, его не всегда верное решение с выбором клуба – его травмы. Давайте представим футболиста. Это Ренат Янбаев. Бронзовый призер Чемпионата России по футболу. Дважды обладатель Кубка России и все это в составе локомотива. Ну а с национальной сборной он стал бронзовым призером нашего любимого чемпионата Европы 2008 года. Также Ренат Янбаев – заслуженный мастер спорта России, который трижды входил в список 33 лучших футболистов чемпионата страны в разные годы. И встречаем маму Наталью Владимировну Янбаеву, которая любезно согласилась принять участие в нашей программе. Добрый день! Добрый день! 37 лет Ренату, а он еще играет. Как вы считаете, не пора заканчивать? Я ему говорила. Я его просила даже. Ну, чтобы он уже закончил с футболом, что-то нашел другой, какой-то путь жизни. Но он сказал, мам, я хочу еще поиграть. Мальчишка из Ногинска, Ренат Янбаев, в 6-7 лет начал гонять мяч во дворе. Вполне себе стандартная история, особенно для мальчишек, которые родились в 80-е, как Ренат. Потом появилась футбольная секция. Тоже ничего из ряда вон и вроде ничего не предвещало, как говорится. Но прежде чем продолжить историю, которая, как все уже понимают, развивалась стремительно, давайте создадим такой семейный фон. В это время вы, Наталья Владимировна, где работаете, чем занимаетесь? Я работаю в воинской части. Папа Рената работает на РТИ. Он закончил институт. Завод резинотехнических идей, да? Да. То есть мы все работаем. Бабушки, дедушки тоже работают. Ренат у нас ходил в ясли, в детский сад, а потом в школу. И вот у родителей, которые профессионально не имеют никакого отношения к футболу, сыну предлагают поехать показаться в Москву. Кто это придумал? Нет, сначала было не так все. Сначала он сам пошел. С ребятами со двора на РТИ. Там есть стадион. И они пошли записаться в футбол. Записались. Началось все с этого. Где-то года 2-3 он занимался. С 6 лет он ходил туда, в Нагинск. А потом уже с 10 лет он уже поехал в ЦСКА. Какие требования были в армейской школе? В армейской школе? Там, конечно, нам ничего не обещали, что его возьмут. Сначала надо было себя показать, поездить сколько-то месяцев. А потом уже только сказали бы, нам нужно, чтобы он ездил. Там через день сначала мы начинали ездить на тренировки. Это, конечно, было тяжело совмещать со школой, потому что в школе тоже было очень много всего. И даже нам классный руководитель, которая у нас была по английскому языку, она сказала, вам надо выбирать или спорт, или учебу. То есть мы отпрашивались часто с уроков, и приходилось возить на электричках. Были задействованы все. Мама, я брала специальный отпуск, бабушка, возила тетя. То есть еще раз давайте, чтобы для понимания. То есть вы живете в Нагинске по-прежнему, да? Да. И три раза в неделю вы его возите в Москву, вот как раз в армейскую школу, на тренировки. Да. И нам еще пока ничего не пообещали, что его возьмут. На него просто еще смотрели, как вот он будет там. Ну, какие-то качества в нем уже отметили, сказали вам? Да, скорость. Скорость? Не возникало тогда поползновений, вот при всех вот этих вот, да, что отпуск взять, что всю родню привлечь для того, чтобы на тренировки ездить? Мол, ну и вот футбол, так и за него мотаться. Ну, ему это очень нравилось. А вам? Меня, наверное, как бы отец тоже очень любил футбол, мой папа. У него получалось вот это все. И муж мой, да, в то время, он тоже играл за институт футболистом. А, все-таки было, было, в семье тоже. И как-то вот папа прям сразу сказал, я буду возить. Ну, то есть нам получалось тоже возить, потому что работали все. А где вы жили в то время? Мы жили с родителями в Крущевке. В Крущевке. Нас было семь человек. Футбол довольно затратный виз спорта. На что в первую очередь уходили деньги? Где покупали спортивные товары? Ведь не все еще и достанешь. Вот хотите, я вам расскажу такую историю? Когда он еще был в Ногинске у нас, нам сказали, надо купить бутсы. Так. Без бутс не приходить, в кроссовках нельзя было приходить. И мы с ним пошли на наш Ногинский рынок с Ренатом, которому было, наверное, в то время семь лет. Тогда же раньше, как было, не было магазинчикового, а каждый продавал свою продукцию. И ребята такие уже, которые были лет по 17-18, они продавали. Нам показали, что это бутсы. А это оказались беговые кроссы, которые бегуны бегают на дистанции, такие с острыми шипами. То есть нам объяснили, я тоже не понимала, что такие за бутсы. И когда он пришел с ними... Подождите, вам показалось или вам впарили их как бутсы? Впарили. Получилось, что впарили. Мы же не знали, мы же думали, что это прям настоящие бутсы. И вам сказали, конечно, бутсы, что вы не видите, что ли? Да, и Ренат мне сказал, мама, бутсы. Он так был счастлив, что мы купили бутсы, что он будет именно в бутсах бегать уже на Гинске. На настоящий футболист. На стадионе, да. И потом когда... Ну, я не пошла с ним тогда в тренировку. Он приходит и плачет, и говорит, мама, мы с тобой купили не то. Ты понимаешь, я мог бы и мячик разорвать, и кому-то травмы нанести. Ну, в общем, такая история. Поэтому, да, пришлось все покупать. Это в Москве, конечно, на Гинске. Но все в то время было очень тяжело достать. Через какое-то время Ренату предлагают поселиться в интернате ЦСКА, чтобы усилить график тренировок и упростить ваши передвижения. Ну, в целом взять перспективного мальчика под крыло. Интернат – это переезд в Москву. И пусть, конечно, столица недалеко вроде как от вас, но ему же было, по-моему, всего 12 лет. Как вы на это осмелились? Вот сердце, наверное, на куски было. Да. Мне было очень тяжело, потому что я знаю, что он у меня домашний мальчик. Если он жил с семью человеками в квартире, то, представляете, какая была ему опека, забота о нем. То мне было тяжело. Как, думаю, он там будет вообще один? Он жил с двумя близнецами, мальчишками, и те уезжали домой. Они из Рязани были. И приходилось ему оставаться одному. Для него это тоже было как-то непривычно. И он мне говорил, мама, может, ты со мной переночуешь? Мне вот сейчас кажется, это какие-то взрослые такие мальчишки. А для меня он прям был совсем ребенком еще в то время. Конечно, было это все тяжело. Я переживала, даже плакала. Но не было моментов, когда вы хотели его забрать? Или когда он сам говорил, что хочу домой? Нет, это вот до 18 лет. У него два раза было, что он хотел бросить. У него же не было каникул, у всех каникулы. Перебороли, и мы как-то вот даже настояли какое-то время. Молодцы. А какие были условия пребывания в интернате? Для питания им давали такие талоны. Они питались в кафе. Потом какое-то время открыли там столовую в интернате. Но там был воспитатель у них был, мне кажется, на этаже. Там не только жили футболисты, это же был именно ЦСКА полностью интернатный. Баскетболисты там были футболисты? Да, но там как-то по этажам было так. В комнате сколько человек было? Ну вот их трое было. Рената вот жаловалась, что в этой столовой не очень-то им большие порции давали бы. Баскетболистам, мол, больше их давали бы. Да. Было как-то что-то где-то, кто-то печатал даже, я это даже слышала. То есть лишние талоны у них были. Ну, конечно, субботу и воскресенье мы были только там, потому что субботу и воскресенье... И с сумками. Да, но были еще игры же в воскресенье. Каждое воскресенье это была игра. Кроме Москвы ничего больше в жизни не было. Итак, с 12 лет Ренат жил один. Насколько вы вообще ему доверяли? Насколько он был самостоятельен? Он же начал там и учиться еще. Школа при интернате была там, да? Нет. Он ходил, сейчас я вам скажу. Он ходил, школа находилась, школа номер 205, метро «Динамо», улица 8 марта. То есть он там 8-9 класс заканчивал. И 9 класс он закончил там очень хорошо, на четверке, пятерке, без троек. Молодец. А вот то, что ваш сын вместе с другими подростками по пожарной лестнице с четвертого этажа сбегал из интерната, вы знаете? Я потом это только узнала. Если бы я знала это с самого начала, я бы, наверное, с ним там осталось бы жить. Потом это спустя сколько лет? Лет, наверное, через 6. Картина преступления была такая. В 11 вечера в интернате выключали электричество, и ребята сбегали на всю ночь зависать за компьютерами на Петровско-Разумовской. Вот такая какая-то тема была. Да, да. Ну, какие молодцы ребята, понимаете? Всю ночь они играли, а потом же еще в футбол, тренировки. Еще в школу ходили. Да, еще в школу. У Рената, между прочим, в интернате была очень даже хорошая компания. Он, по-моему, несколько лет вместе с Игорем Акинфеем успел отыграть, да? Да. Хотя Игорь, по-моему, младший. Да. Но потом интернат закрыли. Жил у друзей, потом жил он еще у тренера, их несколько человек жило. Какой тренер? Христич Михаил Васильевич. И знаете, вот если бы, наверное, получается, не Михаил Васильевич Христич, было бы намного труднее справиться со всеми проблемами. И вот этот прекрасный тренер, академец СССР с более чем 30-летним стажем у нас в программе. Здравствуйте. Здравствуйте, Михаил Васильевич. Очень рада вас слышать. Михаил Васильевич, вы очень давно работаете в системе детско-юношеского футбола. Через вас прошли, ну, сотни, наверное, игроков. Почему, Ренат? Вот как и за счет чего ему удалось такой конкуренции, которая есть в столичных академиях, пробиться в основу, заиграть? Во-первых, у него талант был очень. Во-вторых, трудолюбие огромное. То, что человек смог за счет своего труда огромного добиться такого результата. Во-вторых, он молчун, самое пахал, 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 я вам честно скажу. И он зациклен был, как говорят сейчас, достичь высот футболе нашем российском. Представьте, он 4 года, я с ним работал. Тогда Алексей Говязин был, его тренер. Откуда он? С Ногинского он его взял. Вот. Леша. Я после Леши принял этот возраст. 84 и 88. Я 2 года вел. А до этого я же работал с 79-го года и в Чертаново, и в Смене, старшим-то главным тренером. У меня много воспитываний. И Дима Хлестов, и Гремя, и Оль, я вам наперечисляю сейчас. И Вережникова, и кого только вы поняли. Был момент, когда он жил у меня дома. У меня 5 детей жило. Вот мы хотели про это поговорить. Вот расскажите, пожалуйста, то есть это для вас было нормально? Ага, интернат закрыли, куда девать пацанов? Пошли ко мне все жить. А как же быть? Ремонт большой происходил. Ну, а детей, естественно, куда девать? Ну, я забрал 5 детей. Готовил, стирал на них, все делал. И возил их на тренировку, поняли? Михаил Васильевич, а... Мамыкает прекрасно. А скажите, пожалуйста, у вас сколько комнат квартира была? В каких условиях? Трехкомнатная семья у нас. А-а-а, и как же вы там размещались? А как мы? Все нормально, знаете как? Все, режим, все было прекрасно. Вы знаете, у меня были бывшие воспитанники еще 69-го года рождения, из смены. Вы знаете, он мне помогал очень хорошо. Он продукты и привозил, честно вам говорю. Он когда узнал, что, говорит, Михаил Васильевич, и привозил. Нам и гречку, и сосиски, и там все-все привозил. А так было тяжело, конечно. Нам денег не давали. Ничего, выжили же, выросли дети. Михаил Васильевич, а помните, когда вы были тренером у Ринаты, мы тогда его взяли на картошку, чтобы он нам выкопал, да. И помните, была игра важная очень. И главный говорит, что-то он сегодня не бегает-то. А мы говорим, а вот он картошку помогал нам. Вы на нас тогда так закричали. Вы что? Или футбол, или картошка. Да, Михаил Васильевич, мы поняли, что да. А мы-то думаем, что поможет нам убрать. Это ерунда, да. Ну, собрал картошку, и ладно. Оказывается, нет. Человек, который должен отдаваться одному делу, другому уже во вред будет. Правильно? Да. Ну, большой привет Ринату. Хорошо, хорошо. С одной стороны, он все-таки забывает о своих тренерах. Я напомню. Забыт. Ладно. Ну, всех благ и здоровья. Спасибо вам. Напомните ему, что еще есть Михаил Васильевич. Конечно. Михаил Васильевич, здоровья вам, здоровья. Он живой, и все нормально. Ну, всех благ. Спасибо большое. Легендарный тренер армейской школы Михаил Васильевич Христич. Мама знает все. Молодой Ринат Янбаев, еще школьник, попадает в дубль ЦСКА. Какую роль сыграл в этом наставник армейцев, тот самый Павел Федорович Садырин? Ну, я думаю, самый хороший. Но в итоге вообще получилось так, что перспективный воспитанник ЦСКА Ринат Янбаев, который явно выделялся в юношеских командах в матчах за взрослых армейцев, так и не сыграл. Почему, как вы думаете? Он очень стеснительный был. Вот именно в игре. Себя считал еще, наверное, очень молодым, но может паздать. Надо было, может, где-то пройти самому, где-то, может, лишний метр-два, там, я не знаю. А он как бы... Отдавал мяч. Да, ну, стеснялся. Это мое мнение было. А вы его дома подначивали как-то? Да. Бери на себя, не бойся. Ты же, ну, не забьешь и не забьешь. Ну, как бы, ну, надо уже начинать. А где только не в дубле, как бы, чтобы ты попал дальше уже куда-то в основу. А потом, в 2003-м, Рената Янбаева пригласили играть в Анжи, в Махачкалу, где только, по сути, закончилась самая настоящая война. И он поехал в столицу Дагестана. Но об этом чуть позже, после небольшого перерыва. Российский футбольный союз при поддержке «Газпромбанка» представляет программу «Мама знает все». Сегодня в студии «Авторадио» Наталья Владимировна Янбаева, мама Рената Янбаева. Игрока, с которым футбольные болельщики страны пережили много ярких моментов. И в «Локомотиве», и в сборной, и в других командах. В предыдущей части мы остановились на том, что в 18 или в 19 лет Ренат Янбаев уезжает играть в столицу Дагестана, в город Махачкалу за команду Анжи. Ваша реакция? Страшно было? Страшно. Мы давайте еще раз поясним, действительно, почему страшно-то было в Махачкалу отпускать. Там же практически год, как закончилась война. И, по сути, те отголоски, те новости, которые приходили в Москву, они явно не давали никаких позитивных настроений для того, чтобы отпускать туда сына. Ну, нам пообещали, что прям вот сказали, что футболистов не трогают и вообще к ним очень хорошо там относятся. Не переживайте. Но потом он все звонил нам и говорил, что, мам, не переживайте, все хорошо. Здесь очень даже ему нравится. Но вообще, в принципе, переходя в Анжи, Ренат чем руководствовался? Считал, что надо набраться опыта во взрослой команде, раз уж пока его из дубля ЦСКА никак не выпускают. Да, и в этом большую роль сыграл его папа. Объяснял ему все, что надо продвигаться, иначе ли ты здесь, где-то там. И ты просидишь в этом дубле, и так тебя и не заметят. Да. Наталья Владимировна, но в итоге все прошло спокойно, и ваши опасения относительно этой длительной командировки были напрасными, да? Да. Сам Ренат говорит, что вообще тот сезон для него стал очень полезным, что он вырос и морально, и физически закалился. Но там же были игроки уже постарше, и он как бы брал с них пример. О том, как закалялся Ренат, мы поговорим сейчас с тренером Анжи в тот период. Итак, в эфире заслуженный тренер России, человек, который вместе с Анатолием Бышевцем в 88-м году привел сборную СССР к олимпийским медалям Сеула. Человек, который является тренером уже 55 лет. Гаджи Гаджиев, здравствуйте. Да, добрый день. Сам поживает Ренат. Хорошо, играет еще за знамя в Ногинское. Он, наверное, без футбола жить не может, да? Да. Он сказал, мама, я только умею играть в футбол. Ренат Янбаев, игрок, который благодаря вашему таланту давать дорогу молодым, набрался опыта взрослого футбола в Анжи. Он тогда у вас на месте оправдал доверие? Супер. Мы вообще его никуда не хотели отдавать, но Москва вцепилась за него так, что нам не по силам оказалось его сохранять. А какие качества, по-вашему, позволили молодому Янбаеву закрепиться в РПЛ? Быстрый, скорость в игре один из самых серьезных факторов. И игра становится все, вообще все в мире становится быстрее, верно? Ренат и тогда был быстрый очень. Он у нас в команде был самый быстрый. А насколько важен быстрый бег для игрока такого амплуа? Ну, он не только быстро бежал, но и, в принципе, и думал достаточно быстро, и с мячом работал хорошо. Он для нас был ведущим игроком, у нас он был. А знаете, Ренат как-то вспоминал, что в свое детство он на тренировке добирался несколько часов. Сначала на электричке, потом на метро, затем на троллейбусе. Вот как вы считаете, это закаляет характера игрока? Это, безусловно, закаляет, это с одной стороны. А второе, если нет характера, нет спортсмена вообще, да, не только футболиста или там борца, боксера. Характер – это качество номер один. Это же не просто ты должен идти, ты все время должен добавлять, ты все время должен расти. Сегодня, завтра, послезавтра, надо, надо, всегда надо. Это не так просто, и без характера никуда не дойдешь. Мы знаем, что вы с давних лет увлекаетесь шахматами. Еще с Бышевцем даже на самых престижных футбольных первенствах находили время для партии. И если брать состав команды как отряд шахматных фигур, то Ямбаев в команде кто? Но! Не, ну в шахматы это нечто другое. Но у каждой фигуры своя роль и свой ход. Не, ну вот в команде такого не может быть, что кто-то был король, и его все защищали. Разве? Да-да-да, не-не-не, не может быть такого. Тем более в наше время все передвигаться должны много и быстро. И даже очень большие игроки, крутые, самые крутые. Они и то наматывают по 10-12 километров за игру. Поэтому это командный вид спорта. Поэтому все офицеры. Да-да-да, все офицеры, правильно. Гаджи Муслимыч. Королей нет, да. Гаджи Муслимыч, мы тут вспоминали, что не в самое простое время для Дагестана приехал играть Ямбаев за Анжи. У вас тогда не было тревоги за безопасность приглашаемых игроков? Безопасность и тревога за игроков, она вообще, по-моему, везде должна быть. И не только в Дагестане, но и в Москве тоже. У нас опасно политикам, знаете, политикам. А футболистам у нас совершенно не опасно. Футбол у нас любили, особенно в то время. Стадионы были полные. И за Ямбаева, знаете, сколько людей бы заступилось? Ну, вообще, сам Ренат потом вспоминал, что в Махачкале было очень хорошо. В рестораны ходили, шашлыки, пожалуйста. Коньяком гостеприимное местное население угощало. Внимание, перед игрой черную икру ели. Бывало такое, Гаджи Муслимыч? Да, конечно, ели. Плюс море, ну и, конечно, в городе, как вы говорили, всех футболистов узнавали. Анжи, это же реально народная команда. Да, 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 да. Именно так и было, да. Грустно сейчас, конечно, этого нет. Уже нечто другое. Сейчас все вернем. То есть по эмоциям, наверное, это тогда был самый яркий период, когда вы были во главе команды и когда состав был тоже такой сильный, да? Ну, наверное, да. Ну, потом тоже были другие команды. Ну, Самара была. Там тоже 25 тысяч. Самая серьезная посещаемость в Восточной Европе у нас была тогда. Спасибо вам большое. Ну что, Ренату привет. Ренату привет. Хорошо, спасибо большое. Скажите, что мы его ждем в любое время с мамой. С мамой. О, Наталья Владимировна, черная икра, шашлыки, коньяк. Черная икра, шашлыки, все будет и море будет хорошее, теплое. Спасибо вам большое. Да, все доброе. Спасибо большое. Гаджи Гаджиев был у нас в эфире. Уникальная личность и легендарный тренер. Всего доброго. Спасибо, до свидания. До свидания. Мама знает все. Ренат возвращается в армейский дубль, но так и не дожидается приглашения вас снова. В игре за дубль ЦСКА уже в первом матче получает серьезную травму. Что тогда случилось и на какой срок ваш сын выходит из строя? Мне кажется, мы тогда выбили два зуба. Пока временные коронки поставили, пока. Я не помню, мне кажется. По-моему, там что-то с ногой как раз было. Ну, там и зубы тоже были. Вообще травмы преследовали Рената в карьере? Нет, не так часто. Я думаю, что это не так часто по сравнению с другими игроками. А вот 2014-го у него там что-то? У него единственное, что тогда я помню, но это еще было до дубля, а может быть даже и в дубле. Они же проходили как бы диспансеризацию. И, короче, там у него что-то было с сердцем. Тогда даже нашли шумы, что ли. Говорили, что ему играть только можно один тайм. И мы очень переживали, но потом все обошлось. Год в Химках и полтора в Кубани. Это очередные этапы пути Янбаева. Притом эти этапы запомнились, я так понимаю, какими-то нечеловеческими тренировками у Павла Александровича Яковенко. Яковенко известный советский футболист и наставник, который прославился очень суровыми условиями подготовки игроков и жестокой дисциплины. Что вам сын говорил про этот период? Он рассказывал, что когда они ездили тренироваться... На сборы. На сборы, да. И там тогда заставляли по песку именно бегать, по мокрому песку. И сколько-то километров. Это вот самое тяжелое. Лучше, мне кажется, штангу, говорит, поднимать, чем по этому песку бегать. Это было вот самое тяжелое. А заставляли так, что у меня сил там нету. Нет, надо бежать, надо бежать. В 2007 году происходит знаковое событие. Ренат Янбаев подписывает контракт с «Локомотивом». Футболист «Локомотива» Ренат Янбаев очень уважительно отзывается и отзывался о тренере команды Юрия Павловича Семене. Наталья Владимировна, а у вас какое впечатление осталось об этом уникальном человеке? Вы заулыбались прямо. Потому что его бабушки, моя мама и моя свякрость, очень любили его. Давайте сначала про вас, потом до бабушек доберемся. Ну, я, наверное, ко всем тренерам относилась всегда хорошо, с кем играл Ренат, потому что тренер – это самое главное в команде. Но тренеры разные бывают, и отношения с ними разные. Ну, да. С ним я так как бы лично не разговаривала, но мне как тренер он нравился. Он был и веселым, и в то же время он был и строгим. Но мне казалось, что все было при нем. По словам Рената, у него до сих пор перед глазами стоит картина, как Семен бежит вдоль бровки, размахивает руками и кричит «Янбаев!». Мотивировать Семен, конечно, умело, да? Да. И говорили, что в «Локомотиве» в перерывах по раздевалке сумки с бутылками летали. Вот Ренату прилетала когда-нибудь от Семена? Нет. Нет. Нет? А если бы даже и да, я бы не созналась, да? Нет. Не знаю. Честно, нет. Наверное, нет. Я думаю, что нет. Бабушки Рената, вот мы тоже уже про это прознали, и вы уже говорите, фанатки и поклонницы Юрия Павловича. Что у них там за примета с его знаменитой шапочкой-петушком была? Ну, он же ее не всегда там одевал. Иногда прям брал, когда там что-то не получалось. Он ее раз и кидал прям. Вот. И потом получалось, что говорит, ой, сегодня петушок в эту сторону, значит, выиграем. Вот это шапочки. Это бабушки, да? Да, это бабушки. Мы смеялись, конечно. Мы все вместе, они к нам приходили, смотрели. Приметы бабушек с петушком сбывались? Да. А если был без петушка, это какой знак был? Это очень плохо. Проиграют, проиграют. Послушайте, то есть старшее поколение тоже было активно вовлечено в футбольную жизнь, да? Очень, очень. Бабушки яростно болели? Да. С, я не знаю, с высказываниями, с криками? Да, да. Потом, когда он приезжал, там, ну, они его встречали, там, допустим, и всегда, да, и говорили, ой, а ты там вот что-то там сам не прошел, а ты вот там мог забить бы там, ну, все, они даже мучили. Кому ты пас отдал бы? Да. Он говорит, да, 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 да. Слушался? Соглашался с ними, да. Все-таки больше критиковали или хвалили внука? Ну, конечно, хвалили. А почему его Рината Ринатом назвали? В честь Рината Досаева. А вы знаете, когда я лежала в роддоме, тогда не выписывали без имени. Тогда документы не давали. Я родила его 7 апреля 1984 года. Мне тогда было 19 лет. И тогда, ну, его папа, мой муж, да, он мне написал записку. Тогда еще не пропускали. Я рожала тогда в Купамне, Ногинский. Ногинский роддом был закрыт. И он мне пишет, давай назовем честь Рината Досаева. А я хотела назвать его Русланом. Тогда же не было УЗИ. Я не знала, что я рожу мальчика. Я хотела, конечно, очень девочку. И он у меня такой же добрый. Поэтому хотела девочку. Я его растила таким добрым, чтобы был прям вот добреньким. И, короче, не выписывали. И вот мне он пишет такую записку, давай назовем честь Рината Досаева. И я согласилась. А вы знали все про Рината Досаева? Нет, я знала, что он братарь хороший. У меня же тогда муж смотрел это все, и папа наш смотрел футбол. Я как бы знала, что кто это. И то есть противопоказаний к имени Рината у вас не было никаких? Тем более, если... Нет, я хотела назвать Русланом. Я ему написала, говорю, давай Руслану. Наташа, ну это сын. Я говорю, ну, хорошо. Если была бы девочка, конечно, бы я ее назвала Юлей. Это у нас был с ним договор. Не знаю, может, он Ринат. Поэтому таким именем назвали. Именно татарским, именно вот. И именно честь Рината Досаева. Да, честь Рината Досаева. Мама знает все. Хорошо, что у нас есть возможность благодаря маме войти в эту историю. Историю личности, семьи и любимого вида спорта. Мы ненадолго прервемся. Можно ли научиться развивать такую скорость, как у Рината Янбаева? Сам футболист считает, что нельзя. Если она есть, то она от природы. Эту природу и заметил Гус Хидинг, оценив ее на мировом уровне и пригласив в итоге Янбаева в сборную России. Это проект Российского футбольного союза при поддержке Газпромбанка. Программу «Мама знает все» ведут в эфире Катрина Гайсина и Татьяна Гордеева. В студию мама Рината Янбаева Наталья Владимировна. Мы продолжаем. Интересно, Наталья Владимировна, вы никогда специально не замеряли, с какой реальной скоростью бегал ваш сын? Потому что мы постоянно говорим скоростной, скоростной там, да, бегает. И все тренеры говорят. Сейчас же нынешние средства технически позволяют замерить, с какой скоростью Янбаев носится. Ну, может быть, сейчас, да. В то время секундомера у меня не было. Вот Месси, просто, да, для интереса. Месси, насколько я знаю, разгоняется свыше 32 км в час. Криштиану Роналду быстрее 33 км в час. А рекорд, вроде бы действующий на данный момент, Умбаппе из французского ПСЖ, современные контрольные системы, фиксировали его скорость 38 км в час. Если что, практически с такой же скоростью бежит Усейн Болт на 100 метровке. Но, правда, на максимум разгоняется до 44. Ну, можно еще сравнить, кто какую зарплату получает. Вам бестактные люди не доедали с вопросами, сколько зарабатывает ваш сын? Ну, некоторые, может быть, и спрашивали, но я, честно, даже и не знала, сколько он зарабатывает. Но я где-то прочитала, что поначалу большую часть зарплаты Ренат отдавал вам, по-моему, да? Да. Первые на свою зарплату, самые первые, он купил бабушке квартиру. Бабушке? Да, потому что мы с бабушкой жили, и потом мы остались одни. Ну, наша семья. А потом папе машину. Да, конечно. То есть Ренат не жадный человек, Ренат молодец. Да, потом Ренат построил дом большой, там у нас на Гинске как бы. Там живет со своей семьей. Возвращаемся в «Локомотив». В сезонах 2009-2010 годов Ренат Янбаев являлся незаменимым игроком для своего футбольного клуба. Не пропускал ни одного матча, все время был на поле. В 2012 году Ренат Янбаев отправляется в аренду в «Зенит». Расскажите, что за история такая была с аллергией? Она ведь там какую-то ключевую роль сыграла. Ну, у него каждый год, в конец апреля, начало мая, всегда аллергия на светение. Почки начинают набухать, у него аллергия. В детстве даже вызывали с работы, и у него прям глаза, вот это глазное дно прям как вытекло, я не знаю. То есть мы ездили в областную больницу в то время в Москву. И сказали, надо, чтобы на время, на май, он уезжал куда-нибудь в южное направление, что где уже все распустилось. Но такой возможности не было. И в каждой команде, это он все знали, ему делали такие уколы. Чтобы не реагировало на светение. Но в тот сезон, я так понимаю, что все-таки получилась очень сильная реакция. Бывает, что, понимаете, вот как, вот бывает прям резко распускается, и ты легче. Или когда вот идет даже вот на солнце еще у него была аллергия, когда дождик как-то поспокойнее. Вот, видимо, такой год попался ему. А бывает, что прям вот и протекает в легкой форме. И вот тот самый сезон, это было, что очень сильная у него была реакция, сильная аллергия, и он даже пропустил несколько игр. Да, но он там забил, мне кажется, гол тогда в то время. И так получается, что он в том сезоне из-за аллергии пропустил достаточно большое количество матчей, и это сыграло свою роль и в отношении их с тренером, и в отношении продолжения его работы в команде. Ну, конечно, потому что самочувствие от этой аллергии было очень плохое. Я знаю, что ему все время тянуло спать. Глаза чешутся, и нос там, и вот это вот все. Понятно, там слезы. Да, а это же бегать надо, это же надо хорошо дышать. И поэтому вот это, наверное, сыграло какую-то роль. Наверное, он себя показал не очень хорошо, а тренер Маша не знал, что у него аллергия. Ну, там получилось так, что он пропустил в сезоне 6 финальных игр вот из-за этой самой аллергии. Тут пришел как раз новый тренер Влока Билищ и взял в основу тех, кого он видел как раз в последних матчах, где Янбаева не было. То есть, по сути, такое трагическое совпадение. Ну, вернее, не то, что трагическое, но не в пользу Рената. Ну, его отдавали тогда в аренду. И отдавали в «Зенит». Да. Но в итоге получилось, наверное, что для него была определенная перезагрузка. Какие впечатления от этого периода остались? Он все равно хотел вернуться, мне кажется, в «Локомотив». Не особо переживал, что он не остался в «Зените». Мы пропустили вызовы в сборную. Когда это случилось в первый раз, Наталья Владимировна? Помните? Конечно, мы были родители рады, и он был очень рад. А вы ожидали этого, надеялись? Да. Потому что в футболе была такая статистика. Выбирали лучших игроков. Он попадал лучшего игрока, и статистика показывала, что, значит, он в сборную попадет. Все те чувства, которые нахлынили тогда, получается, оправдывают все переживания, связанные с карьерой. И все вот это ожидание, да, когда его признают, когда его заметят. Да, да, вот наконец-то, вот, да. Бабушки переживали там, и отец как-то. Ну, все мы переживали. Но я старалась свои переживания не показывать сыну. И он, чтобы не переживал. Он все время смотрел, попадет он в отборочный тур. А я говорю, Ренат, ну, не переживай. Это же вот старайся. Самое главное, старайся. Продолжай играть, и ты обязательно попадешь. И попадал потом. Но в чемпионате Европы 2008 года, в самых принципиальных матчах, ему все-таки пришлось сидеть на скамейке запасных. Запасных, да? Потому что тогда еще, наверное, молодой был или слишком, опять-таки, большая там конкуренция в команде была? Да, там конкуренция была. И Хиденко, наверное, все-таки он знал, наверное, кого там ставить. Все равно опыт у него был. Он это смотрел, он это все видел. Он тренировался вместе с такими хорошими, со всеми игроками. Но, тем не менее, в его копилке бронза того чемпионата. Потому что он в любом случае был в составе команды. И поэтому он в любом случае считается бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года. Хиденко вообще к нему хорошо относился, да? Да. Хорошо. Он ко всем хорошо относился, мне кажется. У вас какое впечатление об этом тренере? Как бы вы его сформулировали? Он какой-то добрый мишка. Добрый мишка? Какая прелесть! Добрый мишка Гус Хиденко. То, что он его просто вот увидел и поверил в него. Любому родителю, любой маме понравится это. Слушайте, а вот потом был дик адвокат, когда уже позже не брал Рената в сборную. Может, там и взял на отборочный как-то. И потом он не попал просто в сборную. Но вы тоже старались как-то погасить переживания? Конечно. Ну, обо всех переживаниях и сына, и в первую очередь мамы уверенно знают все наше следующее гостье. Сестра Натальи Владимировны Елена. Итак, Елена Владимировна. Какой Ренат футболист знают все? Какой он племянник? Расскажите нам. Ой, ну о его качествах, естественно, хочу сказать, что он, конечно, добрый, щедрый, внимательный. Мы его любим очень. А вы же тот самый человек, который вот помогал сестре, когда она работала и не могла возить Рената на тренировки. Да, да, да. И вы вот катались с мальчишкой, погружались в его футбольную жизнь. Возил, тоже помогал на тренировке, естественно. Это сколько времени дорога занимала? Ну, часа два, наверное, да? Больше, больше, больше. Два с половиной. В одну сторону? В одну сторону, да. Потом тренировка, потом... Ну, электричка полтора часа, пока доехать. Полчаса еще, плюс еще тоже, ну, до аэропорта, да, где-то. А чем пути занимались? Любил рассказывать, да. У него очень феноменальная память. Он тоже не забыл, когда в электричке он рассказывал четыре года стихотворение, по-моему, Сутеев, вот детский писатель, да. Стихотворение, оно очень длинное. Вот он все вот это вот, всю дорогу вот мог вот... Один раз, второй раз, третий вот это вот все вот рассказывал. Вы сестру тогда не подговаривали? Наташа, зачем им этот футбол? Пусть чем-нибудь нормальным займется. Ой, нет, конечно, мы всегда поддерживали, тем более... Он, правда, шустрый мальчик, и все, вот у него мячик, то на ноге, то на руке, то на голове, мне кажется, без мяча я его уже вообще не представляю. А за Рената вы ходили вдвоем болеть уже? Конечно, мы брали, когда нам Ренат давал лишние билеты, мы брали с сестру, и... Ну, тоже везде поездили, тоже на Химке, тоже везде. Как вы вместе болеете? Хором кричали? Лена очень хорошая болельщик. Она может кричать очень сильно. Ну, конечно. Она прям когда... Давай, 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 давай. Нет, когда я прихожу, сажусь и спрашиваю, в какие ворота нам надо забивать? Поэтому я такой... После того, как я понимаю, я начинаю кричать. Да, она болеет очень хорошо. Знаете, одноклубники говорят, что Ренат очень скромный, очень добрый парень. И это как-то не сочетается с футболистом, потому что футболисты, они на поле такие голодные до футбола, должны быть в меру злые. Как он, по-вашему, это сочетает? Я считаю, что если он что-то не достиг, если он считает для себя, то только вот это качество не позволило ему добиться большего. Именно доброта и скромность, это да. Ну да, и вот это стеснение. В любом спорте, наверное, да. В любом спорте должно быть вот что-то такое, вот накал какой-то, злость, наверное, где-то какая-то прям вот такая... Нет, но все равно, мне кажется, у него тоже упорство присутствует, да, как бы вот есть в нем тоже это такая жилка. То есть он разделяет себя на футбольном поле и себя дома? Нет, он иногда бывал на футбольном поле злым, я его увидела. Да? Да. Вспоминаете? Да, потому что иногда так по ногам дадут, то есть его где-то злило, и то есть он прям... Ну да, это очень расстраивало бабушек, да? Да, бабушек переживали, как же его ноги, раз он уйдет на бровку, что-то делает, ой, это же как плохо, это все как потом вскажется. Потом встает, идет, и вот, понимаете, может быть, он говорит, мне больно было, но он все равно шел и не уходил с поля. Где-то его иногда... То есть его нужно было довести в какой-то момент, да? Чтобы он разозлился? Да. Ренат еще не закончил футбольную карьеру, но рано или поздно это прозойдет, да? Как вы думаете, в чем бы у него получилось в дальнейшем развивать себя? Может быть, детским тренером быть? Да. Я тоже ему это советую. Да. Ему вот чисто по психологии подойдет это быть тренером? Ну, я думаю, что подойдет, да. Потому что у него опыт этот есть. Да, опыт плюс... Он и учился на тренера. Но он вообще хотел тренером становиться. Вот они с Романом Шишкиным хотели даже заканчивать курсы, я помню. Но теперь он решил, говорит, мам, я это всегда успею. Я еще хочу поиграть. Понятно. Спасибо большое, Елена Владимировна Малютина. Сестра Натальи Владимировна была у нас в гостях, у нас в студии. Тетя нашего героя. Спасибо. Пожалуйста. Быть футболистом – работа непростая и нестабильная. Быть успешным и любимым болельщиками – это ответственность, умноженная на два. Мама знает все. У нас небольшой перерыв. После него продолжим. Мама знает все. На Авторадио. Ренат Янбаев начинал в школе ЦСКА с Акинфеевым. Вместе с Андреем Тихоновым прошел через убойные сборы химок и срывался в Махачкалу через год с небольшим после окончания там войны. В «Локомотиве» застал 12 тренеров за 10 лет. Играл с «Халком» в «Зените» и до сих пор не завершил карьеру. Теперь в 37 он в составе клуба «Знамя» зажигает вместе с другими звездами Павлюченко, Шишкиным и Шишуковым. Продолжаем разговор с мамой Рената Янбаева. Программа «Мама знает все» создана по инициативе Российского футбольного союза при поддержке «Газпромбанка». Наталья Владимировна, как Ренат ушел из «Локомотива», из клуба, в котором считался самым стабильным игроком, самым главным ветераном? Его пригласили в Краснодар. Он, конечно, спрашивал мнение родителей, то есть папы и мамы. Я ему единственное, что сказала, Ренат, ты уже взрослый, это твоя жизнь, и ты должен думать сам. Я говорю, я не знаю, я бы осталась в «Локомотиве». Ему папа посоветовал уйти в «Краснодар». Это, конечно, надо больше задать вопрос папе. Я так понимаю, что, наверное, в какой-то степени Ренат сомневался, будет ли с ним в дальнейшем «Локомотив» проливать контракт. Мне кажется, он очень жалеет, что ушел из «Локомотива». Могу даже зачитать, он как-то сказал, совершил ошибку, обманул себя и ушел из семьи. То есть он так с душой относился к этой команде. Они с Гильермо там пробыли больше всех. На то время, когда он ушел в «Краснодар», 11 лет он там был. Это все-таки такая в одной команде. Ну, может быть, у него тогда сын родился, ему было два года. Ну, может быть, там климат как-то. Вот я не знаю, что тогда. Думал, наверное, какие-то, может, условия будут лучше. Сыграл им, может быть, еще что-то. Я не знаю даже. Но вот надеялся он, конечно, на лучшее. Ренат Янбаев провел за «Локомотив» 235 матчей и помог выиграть команде два Кубка России, а также взять бронзовую медаль чемпионата. Но буквально через год после его ухода железнодорожники становятся чемпионами страны. Этого долго ждали, а ваш сын уже не имел к этому отношения. От этого, наверное, было еще больнее. Конечно, да. И поэтому говорил, зачем я только ушел. Ренат Янбаев после «Локомотива» в клубе «Краснодар» поиграл недолго. Буквально сезон и взял длительную паузу. Наталья Владимировна, он пропал больше, чем на год. В это время он вообще не поддерживал форму? У него была депрессия? Да нет, депрессии у него не было, конечно. Но посадили его на лавку. Вот в то время мы к нему тоже приезжали. Я говорю, Ренат, ну что ты не играешь? Он говорит, я не знаю, у меня тренер-то стоит. Он больше ничего не мог сказать. Мы говорим, ты тренируешься, что ли, плохо. Но вот почему-то вот правда вот. Мы очень переживали сами, и он переживал. А он мог действительно плохо тренироваться из-за того, что скучала по «Локомотиву»? Может быть, да. Вот честно, у него какая-то вот правда, вот, наверное. Он, может быть, вот тоже сомневался, сомневался. А отец ему как бы вот дал, езжай туда. Ну как бы дал совет ему. Ну то есть он же нас спрашивал. Я сказала, Рената, это решаешь ты сам. Потому что я не хочу быть виноватой. Вот я не знаю, как у тебя сложится в Краснодаре, и как у тебя сложилось бы в «Локомотиве». А потом он, конечно, как бы говорит, папа, вот зачем я только уехала? Получилось вот так, да. Но потом он вот после Краснодара, он все-таки реально взял паузу. По его словам, он полтора года даже в зал не заходил. Вы знаете, его просто в Краснодаре, ему просто его попросили, как бы, ему дали, ну, по контракту ему там, он должен был два года отыграть. А его как бы попросили пораньше, ему заплатили как за два года, а год ушел он раньше. Вот как было дело. Но в любом случае, вот в момент, когда он не играл. Потом «Локомотив», знаете, его и не взял, потому что у него вот эта пауза была, на самом деле, вот это как депрессия какая-то даже в этом, ну, в таком смысле, не как, а в человеческом просто. Потом возраст уже, да, и давал. Ну, и тут, как я поняла, Ренат понял, что для него очень страшно потерять футбол. Да, у него точно какая-то вот сначала была депрессия. Чем он займется, кем он дальше будет. Он, конечно, ждал какие-то предложения от других клубов, но там это не получалось. Туда он не хотел как бы ехать, климат там не позволял. Даже где-то и Узбекистан, там вот это все, и Белоруссия вроде уговорил. Он как бы и рад был, что какие-то есть предложения, но в то же время он как-то думал, потому что у него уже была семья. А семья туда поедет или нет? Он тоже туда не хотел один ехать. А потом он решил тут уже остаться в Ногинске. В Ногинске предложили ему хорошие условия. И он подумал так, и что как бы и семья рядом, и родители рядом, и футбол есть еще. Он придумал себе такую домашнюю историю с этим клубом, знамя. Команда базируется в Ногинске, как мы уже неоднократно сказали. То есть ветеран устроил себе комфортное пребывание в футболе. Летать никуда не надо, и надо же ненавидеть никуда летать. Да, это боязнь у него с детства. Вам теперь не кажется, Наталья Владимировна, что самое сложное в биографии сильного футболиста – это перестать быть футболистом? Конечно. Самое главное, что вот именно, что еще лет-то мало для жизни. По обычным меркам. Да, по обычным меркам. Для футболиста это да, он еще играет даже много. По сути, вся жизнь футбол-то его была. Да, и вот дальше как себя найти? Довольно давно он признавался, что одной из его отрицательных черт была необязательность. Сам сознавал, что может пообещать что-то и не сделать. Это да. Даже откровенничала, что стыдно перед вами. Мол, бывали случаи, когда он по молодости приезжал домой после игры, обещал маме, что будет ночевать дома. Честно-честно. Но потом уезжал с друзьями, увлекался и не держал свое слово. Да, было такое. Сначала, конечно, ругались. Ну, а что делать? Футбол футболом, ну а какая-то все равно личная жизнь должна же быть. А на футбол вы, как мама Рената Инбаева, в чем-то обижены? Нет. Все получил, Ренат? Наверное, все. Добился заслуженного мастера. Поиграл во многих командах. Показал себя. Про него узнают и говорят. В Ногинске его где-то люди встречают. Они его узнают. Болельщики люди любят. Наталья Владимировна Инбаева. Мама Рената Инбаева. Спасибо вам огромное за участие. Спасибо, что посвятили нашей программе свое время. Спасибо за откровенность. Спасибо вам. Мама знает все. Программа подошла к концу. Ее провели Катрина Гайсина и Татьяна Гордеева. Вы всегда можете переслушать все наши программы на цифровых площадках. Забивайте «Мама знает все» и добро пожаловать. Ну, а на сегодня все. Спасибо еще раз огромное. Спасибо. Всем до новых встреч. До свидания. Самые близкие и важные в жизни люди – мамы – помогают нашим знаменитым футболистам вернуться в детство. Мама знает все. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok